Всем привет! И сегодня мы будем делать упражнение 3.1.1.5. Это довольно-таки интересное и веселое упражнение. И давайте сразу приступим. Сегодня мы будем проверять сходимость STP, ARP и так дальше. Нам сегодня не придется ничего настраивать, но это будет очень познавательно и интересно. Давайте приступим. Первое, что нам нужно сделать, это проверить наш ARP. То есть давайте перейдем в режим симуляции сразу же. Я сделаю окошко немного пошире, чтобы вот так вот. Готово. Теперь нам нужно нажать кнопку Add Simple PDU, то есть взять закрытый конвертик вот здесь сверху, думаю, вам видно, и выбрать устройство PC1 и выбрать устройство PC6. То есть мы отправляем ping-запрос PC1, PC6. Или же вы можете сделать это так, как мы делали раньше. То есть открываем PC6, смотрим мой IP-адрес, потом открываем PC1 и в командной строке пишем команду ping с IP-адресом устройства PC6. Но думаю, так намного проще. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать. У нас должны быть выбраны фильтры ARP и ICMP. Если у вас они не совпадают, то есть у вас больше или меньше определенных фильтров, нажимаете кнопочку Edit Filters. Я могу ее закрывать с собой, но она находится внизу на нижней панельке. С помощью этой кнопочки, давайте я ее нажму тоже, вы выбираете необходимые нам типы пакетов. У меня все правильно, так что я двигаюсь дальше. Что мне нужно? Мне нужно нажимать кнопочку Capture Forward или же Alt-C и посмотреть, куда будут двигаться наши данные. PC1, A1, CD2 он двигается на C1, A3 и A2 не совпадают по IP-адресу, вы это скоро увидите. Потом с C1 он двигается на D3, с D4 и на C2 нам не будет подходить маршрут. Давайте вот посмотрим. Вот. Теперь давайте хорошенько посмотрим его маршрут. PC6, A6, D3, C1, D2, A1, PC3. То есть я только что назвала наш маршрут пакета с конца, ну, с конца наперед. То есть если мы отправим еще один пакет, который уже не будет использовать широковещальную рассылку для того, чтобы найти путь, мы сможем увидеть его настоящий путь. Тот, который я вам говорила. Вот он. Вы можете с этим поиграться, пощелкать и посмотреть, куда будет двигаться каждый из пакетов. Давайте двигаться дальше. Поскольку наш пакет двигается по каналу A1, D2, давайте его удалим. Почему бы и нет? Удаляем. И мы, если нажмем кнопочку Fast Forward, вот здесь мы видим... Ой, секунду. Перейдем в режим реального времени. И теперь нажимаем кнопочку Fast Forward. Мы видим, что вот здесь индикатор стал с... Оранжевый стал зеленым. Почему? Эта сеть сначала была резервной. То есть она была запасной. А путь A1, D2 был основным, и по нему двигались все данные. Так как этот путь стал нерабочим и вообще недоступным, наш резервный путь теперь стал зеленым индикатором, и теперь вся информация будет переселиваться через него. То есть это разгрузочный путь на случай, если не будет работать основной. Мы удалили этот путь. Давайте посмотрим, куда будут двигаться наши пакеты сейчас. A1, D1, C1, D3, A6, C6. Вот, можете проследить. Давайте я прощелкаю. Вы просто посмотрите, куда будет двигаться каждый из пакетов. То есть здесь все понятно и просто. У меня немного завис пакетрейсер, но это бывает. Вот, все окей, бывает. Давайте дальше. Давайте я очищу наш режим симуляции, потому что, возможно, из-за того, что слишком много данных он зависает. Давайте посмотрим дальше. Нужно отправить пинк запрос между компьютерами. Да, мы это сделали. Теперь мы знаем, что наши пакеты переселиваются с канала C1 на D3. Вот, C1, D3. То есть это наш основной сейчас маршрут. Давайте его тоже удалим. Раз он рабочий, давайте его просто удалим. Готово. И теперь давайте посмотрим, куда будут двигаться наши пакеты. Теперь. Нажимаем кнопочку fast forward. Да. A1, D1, C1. Потом широковещательная жутка, потому что нет пути, по которой он двигался раньше. И наш пакет ищет новый путь. Смотрим. Секунду. Он опять немного подвисает. Ничего бывает. Не проблема. Нужно просто подождать несколько секунд, и он отвиснет. Вот как сейчас. Мы видим, что у нас буфер переполнен. Нажимаем ОК. Давайте прощелкаем дальше, потому что нам все-таки нужно увидеть, а мы не сможем увидеть. Я сброшу все настройки. Давайте просмотрим еще раз. A1, D1, C1, D4. Потом A6 и PC6. Вот наш путь. PC1, A1, D1, C1, D4, A6, PC6. И вот только здесь наш пакет не перечеркивается. Значит, наше устройство его получило. Я опять сброшу наши фильтры, чтобы компьютер не подвисал. Давайте посмотрим дальше. Нужно удалить. Что нам нужно удалить? Создать и пинуть запрос. Так дальше. Удалить D4. То есть сейчас через D4 проходят наши все пути. Так что мы тоже его удаляем. Переходим в режим реального времени. Кнопочка Fast Forward. И мы видим, что теперь вот эти вот резервные пути стали зеленым индикатором. Теперь они будут присылать наши пакеты. Кнопочка Fast Forward. И смотрим, куда двигается пакет в этот раз. A1, D1, C1, C2, D3, A6, PC6. Думаю, вам будет видно. Вот. И он даже не полюсает. Это хорошо. D1, A1. Да. Все окей. И последний шаг. Нужно удалить C1. Как вы могли заметить, у нас все предыдущие сценарии. Наш C1 всегда использовался и присылал наши данные. Так что мы его тоже удаляем. Переходим в режим реального времени. Нажимаем кнопочку Fast Forward. Мы видим, что вот эти вот три индикатора загорелись зеленым. Хотя были оранжевыми. Они теперь тоже будут присылать наши пакеты. Вместо основного, который сейчас нерабочий. Нажимаю кнопочку Fast Forward. A1, D1. Там не видно, там C2. Далее D3, A6, PC6. И вот он возвращается назад. Вот так. И вот так. Таким образом мы исследовали нашу топологию. И узнали, что такое проектирование с резервированием. То есть даже у нас, если у нас не будет работать половина сети. Вот как в нашем случае, когда мы все поудаляли. Если у нас будут резервные маршруты, наша сеть будет все равно работоспособна и функциональна. Так что это очень важно знать и понимать. Думаю, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.